В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Снега все больше, добираться все сложнее. Долго ли Ставрополье будет во власти зимней стихии? Первое в году прямая линия губернатора. Подводим итоги Большого общения. Нехватку электричества ощущают жители некоторых улиц в поселке Прогресс. Возможно ли решить проблему? Джамиля Еврагимова искала свет в этой темной истории. И всем ветрам назло, кому ни почем морозы и непогода. На своем ТВ прошла прямая линия губернатора Ставрополя Владимира Владимирова. Около полутора часов глава региона отвечал на вопросы жителей. У Владимирова спросили о вакцинации, борьбе с коронавирусом, о небывалом снегопаде, незаконных свалках, предстоящих выборах и новых авиарейсах. Прямая линия стала первой в наступившем году. Но сам формат такого общения, похоже, становится все привычнее для ставропольцев. Во время эфира можно получить не только ответы, а еще решения наболевших проблем. Губернатор подчеркнул, что, как и ранее, будет контролировать отработку всех поступивших обращений. На самом деле, ни одна прямая линия не заканчивается тем, как со студии выходишь. Конечно же, это огромный труд. Обычно поступают 4-6 тысяч вопросов, бьем на блоки, закрепляем ответственность, распределяем по главам и на протяжении всего времени отрабатываем. Всего прозвучали десятки ответов на абсолютно разные темы. О самых важных и интересных фрагментах общения расскажем в нашем следующем информационном выпуске. Он начнется в 21.30. В Крае снижается число больных с тяжелым поражением легких. Это позволяет клиникам региона возвращаться к штатному режиму работы. Информация об этом прозвучала на совещании по развитию здравоохранения на Ставрополе. Его провел губернатор Владимиров. Приоритетной задачей для медиков по-прежнему остается вакцинирование и помощь больным коронавирусом. Продолжает работа система реабилитации для пациентов, перенесших инфекцию. Говорили также и о высокотехнологичной медпомощи. В прошлом году, например, благодаря новым клиникам, смертность от болезни системы кровообращения в Крае снизилась на 2 с лишним процента. Ну и вот как раз последние данные по коронавирусу. За прошедшие сутки выздоровели 211 человек. А всего болезнь победили уже более 41 тысячи ставропольцев. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых случаев заражения. Всего выполнили 1 297 000 исследований. За минувший день диагноз подтвердился у 157 жителей Края. Три пациента скончались. Губернатор подчеркнул, защититься от угрозы со стороны коронавируса поможет вакцинация, которая набирает темпы. Однако важно продолжать соблюдать и меры профилактики. Теперь о происшествиях. 60-летнему жителю Пятигорска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается оформить в других банках кредиты на мужчину. Им нужно перевести все деньги на якобы безопасный счет, а также оформить еще несколько кредитов и снова перевести средства. В общей сложности пятигорчанин лишился более миллиона рублей. Когда он понял, что это обман, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». От других ЧП в оперативной сводке. Опасная соседка. В полицию Шпаковского округа обратилась жительница села Пелагиады и сообщила, что ее угрожают убить. У них с соседкой загорелся бытовой конфликт из-за парковочного места. И когда слова закончились, одна из женщин схватила ружье. Испугавшись за свою жизнь, заявительница позвонила полицейским. 42-летнюю злоумышленницу доставили в дежурную часть. Ей придется ответить по закону. План провалился. 61-летний житель Изобильного пришел в один из салонов красоты. Ему приглянулся драгостоящий инструмент. Пока сотрудники не видели, мужчина похитил прибор и ушел. Но пропажа не осталась незамеченной. Полицейские задержали злоумышленника в течение часа. Вещь пришлось вернуть. Возбуждено уголовное дело. Помощь на дороге. Сотрудники ДПС Грачевского округа вечером заметили на трассе застрявшую легковушку с прицепом. Оказалось, водитель накануне приобрел машину и не успел переобуть на зимний вариант шин. Полицейские с помощью троса и саперной лопатки помогли вытащить автомобиль. Впереди еще много интересного. Никуда не уходите. Снега все больше, добираться все сложнее. Долго ли Ставрополье будет во власти зимней стихии? Нехватку электричества ощущают жители некоторых улиц в поселке Прогресс. Возможно ли решить проблему? Джамиля Еврагимова искала свет в этой темной истории. И всем ветрам назло, кому нипочем морозы и непогода. И, конечно, тема, которую сейчас не обсуждает только ленивый. Это снегопад, который не прекращается вторые сутки. Сугробы в краевой столице достигли отметки в 50 сантиметров, а под ними лед. Так что красиво зимние пейзажи смотрятся только из окна. Когда закончится вся эта снежная история? Виктория Шкальная делась максимально тепло и отправилась на встречу стихии. Зимнее веселье, снежные ангелы, катание с горок. Для кого-то снегопад – это сплошное веселье и радость. Ну а кому-то такие природные сюрпризы доставляют и массу хлопот. Вторые сутки ставропольские автомобилисты откапывают машины из сугробов. Причем своеобразной гимнастикой, щеткой и скребками водителям приходится заниматься несколько раз в день. В круглосуточном режиме работают и коммунальщики. Ставропольские дорожники очистили более 200 километров дорог и высыпали на них около 5000 тонн пескосоляной смеси. А на посту сразу находятся 110 единиц спецтехники. Снега в регионе выпало так много, что накануне губернатор посоветовал родителям не везти детей в школы и детские сады. Газов с утра, конечно же, будет у нас в городах коллапс, просто коллапс, особенно что касается крупных наших территорий. Поэтому давайте побережем друг другу нервы, если есть такая возможность, детей в школу и в садик не поведем. Кто у кого нет такой возможности, конечно, нужно везти и детские сады и школы будут работать в штатном режиме. За последние сутки у Ставрополя появился новый зимний рекорд. Высота сугробов в городе достигла отметки в 50 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будут такими же снежными. Сильные осадки продлятся еще в течение двух суток, 16 и 17 февраля. С 18 февраля уже сильных осадков не будет, 18, 19, 20 может отмечаться небольшой снег, местами очень слабый. Но похолодает, ночные морозы усилятся до минус 13-18 градусов. Уборочные машины дежурят и на региональных дорогах. Проходим сейчас 17-й километр подъезд к городу Ставрополь. Две машины КДМ чистят дорогу. Однако ситуация на автомагистралях остается непростой. За минувшие сутки сотрудникам ДПС неоднократно приходилось оказывать помощь автовладельцам. Это кадры аварии на трассе Невиномыск-Ставрополь. Две машины на заснеженной дороге занесло в кювет. А это уже Грачевский округ. Автомобилистам рекомендуют на время отказаться от поездок на личном транспорте и не выезжать за город без острой необходимости. Однако снегу сейчас как никогда рады Ставропольские аграрии. Ведь влага жизненно необходима озимым культурам. Выпадающие осадки на территории Ставропольского края благоприятно скажутся на развитии озимых культур. Это связано с тем, что влагозапас на территории Ставропольского края на 55% площади составляет менее 80%. То есть это плохой влагозапас. Сейчас выпадающие осадки, конечно же, будут благоприятствовать для накопления продуктивной влаги. Также эта влага будет способствовать накоплению и для сева как ранних иеровых, так и поздних иеровых культур. А желают находить в снегопаде плюсы Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. И в связи с обильным снегопадом часть РЭУ ГИБДД края временно не принимают практически экзамены на вождение. Не удастся сдать их в Светлограде, Буденовске, Изобильном, Ставрополе, Пятигорске и Шпаковском округе. Сейчас площадки чистят от снега. Как только позволит погода, прием экзаменов возобновят. А вот жители нескольких улиц в поселке Прогрессе волнуют не только непогода. Они обратились со своим вопросом на прямую линию губернатора. Последние месяцы селяне остро ощущают нехватку электричества. Низкое напряжение в сети – причина, по которой ломается бытовая техника и гаджеты. Как разрешилась их проблема, Джамиля Ибрагимова искала свет в этой темной истории. Мигающий в лампочках свет напоминает сцену из мистического триллера. Но жители этой улицы знают – это не проделки, привидения или призрака. Такая игра света в последнее время – привычная картина в каждом доме. Причиной тому – низкое напряжение в сети. И оно, конечно, вызывает напряжение среди людей. Особенно вечером люди все приходят с работы и начинают, ну, естественно, кушать, готовить, греть там или стирать. То учить уроки – это невыносимо. Потому что лампочки в доме моргают, вот, и глаза от этого напрягаются, и наши школьники устают. Нехватки электричества не выдерживает и вся домашняя техника. Елена, как домохозяйка, изрядно намучилась с этими темными делами. Стиральная машина, она просто стоит и не делает оборот. Ей не хватает мощности. А если включить и чайник, и машинку, еще что-то, то вообще все становится в доме. А когда дети учились на дистанционке, Перебоев не выдержал главный рабочий инструмент – ноутбук. Сгорел. Скачки электричества – общая беда местных жителей. Одна надежда на стабилизатор напряжения – специальное оборудование, которое может спасти ситуацию. Правда, покупать его приходится на свои деньги. Понимаете, вот у меня муж может купить стабилизатор. Он стоит не очень маленькие деньги, как бы. Но другие люди, вот бабушки у нас по улице, или люди, которые совсем молодые, они не могут купить такую вещь, которая может помочь. Жители, не зная, куда обратиться, свой вопрос направили к губернатору края. Они позвонили на телефон горячей линии и попросили рассмотреть их проблему. Однако решение нашлось еще задолго до начала эфира. Отозвались сотрудники профильных служб. После вот этого обращения мы оперативно отреагировали. И сюда прибыли аварийные бригады, которые оперативно произведут замену трансформатора. Это однозначно поможет решить проблему. Так что уже в ближайшие дни электрический прогресс в поселке Прогрессе обоснуется прочно и останется там надолго. Джамиля Ибрагимова и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Надеюсь, что наш эфир жители поселка смотрят уже без проблем с электричеством. Музыканты камерного оркестра «Кантабили» снова вернулись на сцену. После перерыва артисты готовы покорять Ставропольского слушателя исполнением классических композиций. Недавно у них прошло первое в этом году выступление. Концертную программу артисты приурочили к знаменательной дате. Программа посвящена юбилею Моцарта. 265 лет с дня рождения. Вся наша программа построена на инструментальной, вокальной, оперной музыке великой австрица. Во-первых, в двойне, волнительно и ответственно, потому что Моцарт для меня лично один из моих любимых композиторов. Это первый наш концерт после долгого, так сказать, молчания сидения в заперти, так сказать, в режиме онлайн-концертов. Во время вынужденной паузы музыканты старательно готовились к выходу на сцену. Кстати, коллектив ни на день не забывал о своих поклонниках и радовал их в режиме онлайн. Артисты транслировали свои выступления в Инстаграме. Теперь же пора возвращаться к реальному зрителю. И еще о культуре. В Железноводске отремонтируют актовый зал Дома детского творчества. Объект площадью более 100 квадратных метров не обновляли около 20 лет. Специалисты уже приступили к расширению сцены, затем заменят покрытие на полу. Уже весной зал встретят воспитанников и зрителей. О других новостях и из разных уголков края коротко в нашем обзоре. В Кисловодске строят новый корпус детского сада номер 8. Объект рассчитан на 40 ясельных мест. В двухэтажном здании оборудуют музыкальный и спортивный зал и живой уголок, медицинские и пищевой блоки. На улице установят детские игровые и спортивные площадки с травяным покрытием. Все работы пройдут в рамках нацпроекта «Демография». В Кировском округе отремонтируют путепровод на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии. Специалисты уже восстановили несущие конструкции, а также привели в порядок металлическое пролетное строение. В настоящее время ведутся подготовительные работы к обустройству монолитной плиты. Реконструкцию путепровода планируют завершить летом этого года. Большую спортплощадку построят в селе Балахоновска Бкачубеевского округа. На территории объекта разместятся баскетбольные и футбольные зоны, турники, брусья, качели и детский комплекс. На работы потратят 2,5 миллиона рублей. Возведут площадку благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. Далее новости спорта. Я приглашаю в студию моего коллегу Германа Кудеярова. Привет, Саша. Герман, привет. Ну что, сегодня у тебя разнообразная рубрика? Да, еще какая. И, между прочим, сегодняшнюю рубрику можно назвать даже олимпийской. Ну тогда как олимпиец, стартуй. Погнали. В Пензе завершился Кубок России по прыжкам в воду. Ставрополь представлял воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер 2, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы Евгений Кузнецов. Ставрополь завоевал три золотые медали в индивидуальных прыжках с метрового и трехметрового трамплинов, а также в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Одесский футбольный клуб из краевой столицы вошел в пятерку лучших на всероссийском турнире в Крыму со спортсменами встретился глава Ставрополя Иван Ульянченко. И вот что он сказал молодым спортсменам. В Ставрополе уделяется пристальное внимание спорту и физической культуре. Наши спортивные организации и их тренерский состав снискали признание и авторитет не только по всей стране, но и за ее пределами. Ваши победы мотивируют нас еще активнее поддерживать инициативы молодежи. Ульянченко вручил спортсменам и их тренерам благодарственные письма, подарки и футбольные мячи. А тем временем в Элисте завершился чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов по художественной гимнастике. Сборная Ставропольского края стала победителем общекомандного зачета. В групповом упражнении по программе мастеров спорта весь пьедестал заняли наши команды. Золото досталось Есентукам, второе место у Пятигорчанок, а бронзу завоевали художницы из Ставрополя. А в Смоленске соревновались более полутысячи легкоатлетов до 20 лет из 59 регионов России. Ставропольские спортсмены завоевали две награды. Среди ядротолкателей лучшим стал Семен Бородаев. Он отправил свой снаряд на отметку 19 метров и 27 сантиметров и подтвердил статус сильнейшего в стране. Также в толкании ядра Никита Шапран замкнул тройку лидеров. В топ-15 в своих дисциплинах попали 8 представителей Ставрополя. Это позволило сборной региона занять 10 место по итогам общекомандного зачета Высшей Лиги Первенства России. Ну а теперь, Герман, давай все-таки вернемся к погоде. Смотрю я на всю эту метель и думаю, в душе хочется все-таки весны. Да, я с тобой полностью согласен. Но знаешь, несмотря на весь этот снегопад, кое-что о весне уже напоминает. Я об этом прямо сейчас расскажу. Ну а мы со зрителями послушаем. У меня же на этом все. Всего доброго. Спасибо. И пока прогноз на ближайшие дни, как мне подсказывают, неутешительная зима не собирается отступать. Есть все-таки среди этого коллапса предвестники приближающейся весны. И они прямо под снегом. Нужно просто быть внимательнее. Вот такие теплые кадры сделал житель Пятигорска. Первоцветы показались из-под белого покрова на мушуке. Снимки тут же облетели краевые паблики и заставили ставропольцев на время отложить лопаты и скребки, чтобы проникнуться весенним настроением. И пока это все новости, еще больше есть на нашем сайте stv24.tv. Если у вас есть проблема, пишите нам в редакцию номер 8 928 350 80 70. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно просто навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Ну а далее прогноз погоды. Передаю слово моей коллеге Марии Никитиной. А у меня на этом все. Увидимся в 21.30. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Расскажу о погоде на среду 17 февраля. Итак, в Ставрополе морозно минус 9 днем и минус 16 вечером и ночью сильный снег. В Забелинском и на Александровском округах в прилегающих территориях тоже снег. Минус 7 днем вечером и ночью до минус 14. Зима и на Кавминводах. В минеральных водах днем минус 8. Туристам рекомендуется одеваться теплее. Будет ветрено. Вечером и ночью минус 15. В Пятигорске днем минус 9. Вечером минус 16 градусов. Кисловодск тоже засыпает снегом, но там теплее. Днем там минус 7. Вечером и ночью минус 11. Смотрим на восток. А на востоке края выпатывает дивно, ветрено. Но не сильно. Днем столбик термометра опустится до минус 8. Вечером и ночью до минус 13 градусов. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова